ПЦ-4 Постоянно усиливающееся вооружение и бронирование танка в большинстве случаев позволяло ПЦ-4 эффективно противостоять машинам противника аналогичного класса. Появление с июня 1944 года на сборочных линиях модификации Aus-J было связано со стремлением как можно более удешевить и упростить производство танка в условиях ухудшающегося стратегического положения Германии. Единственным, но самым существенным изменением стала ликвидация электропривода поворота башни и связанных с ним вспомогательных карбюраторного двигателя с генератором. Теперь приступим к обзору. Вот у нас коробка. Первое, что мы видим, это конструкция. Она, как всегда, на английском и японском языке. Сейчас я вам ее покажу. И так далее. Продолжение следует... И вот еще листочек один от инструкции. Это схема окраски. Поблеже, чтобы можно было, если что, цвета. В коробке все лепники упакованы в пакетики. Далее, что у нас лежит сразу, это виниловая гусеница. Ну, как всегда, цветами. Так, низ корпуса. Так, следы толкателей находятся внутри. Тут небольшой пенечек, он нам будет срезать. Облоя нету. Так, следы толкателей, получается, внутри находятся. Вот, так же тут есть танкист, получается. Ну, не нравится у него тами. То есть у них и стык пресс-формы, есть и детализация очень нехорошая. Ну, одно разу, что получается. Голова отдельно, что расписывать, если что, будет удобно. Так, далее, далее у нас, крот. Лепник с катками. Ну, тут все чисто. Не облоя, ничего. Вообще прекрасно все. Так, следующий. Так же тут все хорошо. Чистенько, не облоя, ничего нету. Даже на самых мелких деталях все хорошо. Так, вот тут у нас выпала ниточка из пакетика. Это ниточка для троса. Ну, кто захочет, может из проволоки сделать. Сплести трос. Так, тут у нас получается верх корпуса, башня, ствол. Ствол распилен напополам. Так, тут так же все чистенько. Не облоя, ничего нету. Следы толкателей находятся внутри. Штык, пресс-форм нету. Вообще все чисто, идеально. И у нас есть декаль. Вот такая вот. Что хочу сказать о данной коробке, о данной модели, что все чисто, все, можно сказать, идеально, но количество деталей, оно очень маленькое. То есть, за такую цену, это буквально на несколько часов работы. Ну, без покраски, конечно. Но набор, я думаю, этот стоит купить, потому что очень хороший и качественный. Спасибо за внимание. Ожидайте следующих обзоров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok